Экономики. Если такого рода мероприятия организовать, там, убийство десятков тысяч человек, то это уж точно. Все люди к этому причастному попадут под ГАКский трибунал или их аналоги. И весь мир будет там потирать потные ладошки и объясняет, что все цивилизованные страны должны требовать выдачи этих людей как преступников. Вы поймите, Россия это не Албания. Это албанский президент может сербских женщин живьем распиливать на органы или там детей. И ему за это ничего не будет. В нашей стране даже если человек что-нибудь высокопоставленный, если он как бы не полностью соблюдает западные правила, то ему очень часто вменяют вещи, которые он вообще не делал. А уж если он что-то сделал, это вообще будет катастрофа. Так что я с вами категорически не согласен. Кроме того, вы себе представить не можете, насколько быстро рассыпается структура государственного управления, когда на нее ставят снизу. Посмотрите, как власть испугалась болотной активности. А ведь это была гнилая интеллигенция, которая вышла на улицу только для того, чтобы сказать, власть, тут что-то не так. А если речь идет о том, что народ выходит всерьез, мало не покажется. Здравствуйте, слушаю вас. Меня зовут Владимир, Москва. У меня такой вопрос. Вот я бы назвал не бунт. Я бы назвал, если общество у нас будет действительно самоорганизовано, освободительным движением против захилия сообщества, криминального сообщества, которые... Ну, в общем, такие резкие слова. Вот какова бы должна быть программа вот этого самоорганизованного общества, чтобы это движение... Посмотрите, это разные два вопроса. Первое. Поймите, в 2000-е годы общество не считало эти нарушения серьезными. Оно исходило из логики. У нас все время растет жизненный уровень, у нас все время больше возможностей. Раньше мы ездили в Египет, теперь в Турцию, а теперь мы едем там в Италию или даже куда-нибудь там в Майами отдыхать. И поэтому мы можем позволить этим начальникам немножко похами. А вот когда, соответственно, вам вместо Майами или вместо Италии предлагают ехать куда-нибудь в Сочи, где пройти невозможно от цементной пыли и прочих разных неприятностей, и еще при этом вам как бы ваши дети не могут выйти из подъезда, потому что там, значит, их уже поджидают разные сомнительные личности, которых крышуют местные полицаи. Вот это начинает очень сильно раздражать. А в том-то все и дело, что у нас фактически, ну просто вот у нас на глазах, в течение последних двух лет произошло принципиальное разрушение того общественного договора, который худо-бедно, но стихийно сложился в стране за 2000-е годы. Причем виновата в этом нарушении, повторю еще раз, элита. Ну а конкретно она персонифицирована в Путине. У него сегодня нет другого выхода, и если он не начнет принимать мер, то у него будут очень серьезные неприятности. Будет он или не будет, вот на этот вопрос я ответить не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Не хочет. Что-то там случилось. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, как вы думаете, может нам... Можно радио выключить? Может нам... Сейчас, я выключил. Может нам, вновь, доступить всем в Белоруссию? Лукашенко намного удачнее править страной, чем... Да, это правда. Лукашенко действительно правит сильно лучше. Я уже по этому поводу рассказывал когда-то давно старый анекдот. Повторю его еще раз. Сейчас, после предыдущих выборов Лукашенко, когда он очень жестко разогнал очередную попытку оранжевой революции, ему звонит тогдашний российский президент Медведев и спрашивает, господин Лукашенко, как же так? Вы там свободу нарушаете, демократию подрываете? Это неправильно. А что ему Лукашенко отвечает? Ну вот, Дмитрий Анатольевич, у вас зато со свободой и демократией, видимо, все хорошо, и поэтому между мной и вами только две дивизии, и при этом они обе белорусские. Медведев в ужасе бросает трубку телефона и звонит тогдашнему министру обороны Сердюкову и спрашивает, товарищ министр обороны, сколько дивизий может бросить Лукашенко на Москву? Кто-то ему отвечает, две, Латарий Щерковный, главнокомандующий. Ну, говорит Медведев, слава богу, отлегло. Если он только две дивизии бросит, до МКАДа только две роты дойдет, от двух рот мы отобьемся. На что Сердюков спрашивает, а Тарий Щерковный, главнокомандующий, а под каким флагом он пойдет на Москву? Ну как под каким, говорит Медведев, под своим, под красным. Ну, если он пойдет под красным флагом, отвечает Сердюков, то из двух дивизий до Москвы дойдет 20. Вот нужно понимать, что тогда, пять лет тому назад, это был скорее анекдот. Сегодня это уже все более и более превращается в некоторую реальность. Не в смысле того, что Лукашенко бросит свои дивизии на Москву, а в смысле отношения общества к нынешней власти. И власти следуют на эту тему задуматься. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok